итак вопрос прошедший ко мне на сайт в рубрику вопрос-ответ на сайте виктан.инфо зачитываю сам вопрос подскажите пожалуйста можно ли обратиться к батюшке для снятия порчи поможет ли это спасибо тут уже анна кулик дала ответ давайте зачитаем его потому что она всегда дает хорошие ответы здравствуйте виктан неоднократно говорил что если батюшки могли снимать порчи и другой негатив то не нужны были бумаги ведьмы и колдуны люди выходили только в церковь да я такое говорил всегда я еще говорил что если бы помогала только лишь одна святая вода и молитва то действительно не нужны были бы ни маги ни колдуны не ведуны не ведьмы не и так далее и тому подобное далее она пишет но реалии таковы что порча и проклятие вполне приемлемы для христианского эгрегора а у батюшек то есть жрецов не несколько другие задачи нежели чистки прихожан от негатива к тому же батюшки практически совсем перестали подпитывать христианский эгрегор и соблюдать его устав мало того что они часто своим поведением значительно снижают уровень доверия прихожан христианству логично предположить что христианский эгрегор вряд ли будет очень благосклонен к таким жрецам а в таком случае они вряд ли смогут помочь прихожанам поэтому зачисткой нужно обращаться к магу ведьму или колдуну если который кстати допускается этим эгрегором по сути очень хороший ответ но я давайте я попробую его дополнить смотрите да и вопрос сам в принципе такой глобальный тут не все так однозначно на самом деле действительно вот как она пишет то что жрецы перестали выполнять устав это да но устав христианских догматов но не христианского эгрегора объясню почему христианский эгрегор это большая система в которую входит и черная и белая я уже давно давно говорил что не стоит ассоциировать христианство с как с неким чем-то воздушным прекрасным белыми пушистым давайте вспомню что крестовый поход крестоносцы пришли в принципе не с добром не с цветочками а с огнем и мечом его сжигали и весили и сжигали и топили и казнили и так далее и тому подобное давайте вспомним откуда пошел крестик нас спасет тогда когда обложили христиан налогами то есть оброками то те кто уплатил оброк не было ж ни книжек каких-то не не паспортов ничего подобного они весили на шею крестик такой деревянный люди ходили с этим крестиком то есть если тот кто уплатил оброк то есть налог тут ходил с этим крестиком ну и естественно крестик передавался друг другу и говорили тебе крестик тебя спасет понятно да почему до сих пор вот это выражение так и осталось что крестик спасает но сейчас речь не об этом речь о том что о батюшках да то есть устав они естественно христианский нарушает но самое самое значимое для христианского эгрегора как можно больше людей вернее голов да потому что чело о вечество то есть чело это голова а вечество ну понятно овцы закланы как можно больше голов собрать вместе силы то есть вместе церкви и для того чтобы как можно больше этих голов вырабатывала энергию вот самая главная большая задача церковников то есть попов для тех кто справляется с ними с легкостью тех подписываюсь христианский эгрегор он им дает то чего они желают вот такая вот система теперь мы можем увидеть что есть действительно ну извините за выражение зажавшиеся такие батюшки которые там ездят на rolls-royce в карманах только айфоны и пачки денег хотя никогда не считают чужие деньги но это констатация факта которые собирают толпы и тут ответ такой почему почему жизнь им дает они на самом деле типа олицетворяет христианство питает христианского эгрегора да эгрегор будет давать взамен то о чем то о чем хочет батюшка потому что батюшка это связующее звено для того чтобы создать толпу которая будет вырабатывать энергию на христианского эгрегора теперь понимаете да какая истинная суть батюшки относительно эгрегора они относительно христианских долг почему это говорю потому что я уверен что долг мы в принципе христианские подменили ничего из того что сейчас проповедуется ничего такого даже подобного не говорил иисус ладно перейдем к самому большим вопросом может ли батюшка исцелять да по сути по сути какая у него первоочередная задача если в батюшке перри первоочередная задача работать на христианского эгрегора и взамен получать богатство он будет получать богатство если у отца а допустим святого отца как они себя там называют хотя сам иисус говорил никого не называю в этой жизни не отцом не учителем ибо есть только один отец и учитель это наш создатель да это бог так вот если у таких попов которые ведут аскезу то есть они жертву жертвуют собой жертву своим временем находится постоянное молитве и ставят своей целью а исцелять людей то такие да будут все остальные нет поймите самое главное это мотив мотивация мотивация в этом направлении чем мотивируется батюшка получение прибыли начал будет получать прибыли а какой а какой вообще снятия почвы может идти речь те которые ведут аскезу в современный мир показывают реалии такие что в принципе аскезу никто не ведут поэтому таких считанные единицы мало того на самом деле это ведущие люди которые познали путь колдовства в основном такие как говорится папы батюшки да которые познали путь колдовства путь молитвы как работает эта система и они начали исцелять но для того чтобы быть узаконенными да то проще всего и легче всего пойти естественно в какую-то школу почему приходскую школу или в монастырь почему потому что там создаются условия ну вот представьте себе человек живет абсолютно мирскую жизнью и он ведет какие-то аскезы не сосредотачиваться на мирской жизни как ему это сделать то есть он не должен платить не сосредотачиваться на уплате газа не не сосредотачивать свое внимание на финансовых вопросах таких как за уплаты коммунальных услуг еды и так далее и тому подобное естественно самым легшим образом это сделать где в монастыре тебя накормили на поели как бы у тебя время на молитву и такие да есть они почему они туда уходят да не потому что там вот христианство как-то помогает потому что там созданы для этого условия понимаете просто есть условия как вот дома ну в квартире вы будете это делать когда через стенку там вам кто-то сексом занимается кто-то там пьянство сверху кто-то там стучит вам в стенку швабры потому что вы читаете громко молитву или поете какую-то песню ну и следует понимать что человек находящийся в состоянии молитвы то есть состоянии веры и вхождения в эту молитву излечивает сам себя но никак не молитва лечит человека надеюсь я полностью осветил этот вопрос естественно кое-что оставил между строк ну не составляет особого труда для того чтобы догадаться о чем я не договорил так еще у нас один вопрос по в принципе с первым пересекается поэтому я уже отвечу его здесь добрый день подскажите пожалуйста как правильно ходить церковь и поможет ли молебен и аккафист святому киприану и устине от порчи здесь анна кулик тоже ответила здравствуйте на сайте есть замечательная статья которая полностью ответит на ваш вопрос как правильно ходить церковь вот ссылочка на статью да благодарю анечка очень вы мне помогаете да действительно я делал эту статью она актуальна до сих пор к сожалению у меня сейчас нету столько свободного времени чтобы писать подобные рода статей и делать видео выпуски отвечать на вопросы работать практиковать и я сейчас еще занимаюсь стройкой кое-что хочу построить поэтому со временем очень сложно и я очень рад что вы мне помогаете еще есть очень информативное видео на эту тему да ну мне остается дополнить только по этому вопросу что поможет ли молебен и акафист значит смотрите еще раз повторюсь я только недавно сказал что не молитва лечит человека а человек находящийся в состоянии молитвы излечивает сам себя то есть если вы будете читать молитву как раз два три четыре пять вышел зайчик погулять то есть не вдаваясь не вникая не чтобы не было внутренних вибраций просто повторять как извините меня за выражение как попугай ничего не будет работать а если вы будете проникаться этой молитвы и читать ее изнутри для того чтобы ваше тело аж вибрировала изучала некий изучала некой вибрации вибрации тела и так далее и тому подобное то тогда да тогда вы будете вырабатывать энергию в определенный эгрегор который действительно сможет вам помочь если этого не произойдет то не акафист не молебен вряд ли поможет по поводу киприана и устиния ну сейчас есть уже честно говоря современные киприан ныне мой знакомый но не меня уже давно знакомый ну как бы я тут скромно промолчу ну где я к чему веду к тому что если даже вы будете читать какое-то стихотворение не относящийся вообще даже молитву но будете проникать и вырабатывать на определенного эгрегора вибрации энергию то это будет вам помогать молитва это в принципе ключ ключ к открыванию дверей молитва просто помогает войти в определенное состояние желательно читать молитву хотя бы в альфа состоянии тогда наше бессознательное открывается мы связываемся со вселенной надеюсь я полностью осветил ваш вопрос всего доброго